Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Ольга Ванеева и в начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. По обочинам будет подсыпаться еще по СССР. Мы подаем на 5 сантиметров асфальт. 10 мая начнется асфальтирование дорог в Каннске. Подготовка участков уже завершена. Прошла зима. Выявились те некие недостатки, которые были сделаны. Будут ли устранять недочеты ремонта на привокзальной площади? Каннские депутаты выехали на место. Поколения, которые знают прошлое, у них будет будущее. Я увидел. Это доска для этого. Память 19-летнего солдата увековечили. Мемориальная доска с именем Сергея Рунова, погибшего во время Чеченской войны, появилась на здании 18-й школы. Начнем выпуск с информации о пожаре. Сегодня около полудня на улице Уридского загорели заброшенные строения. Огонь распространился мгновенно. Этому поспособствовали сильные порывы ветра. Информация о возгорании на центральный пульт пожарной связи поступила около 12 часов дня. Сообщалось, что открытым пламенем горят заброшенные сараи по адресу Уридского 49-3. На место тут же выехали спасательные расчеты. По прибытии сюда обнаружили, что горят заброшенные постройки на площади 60 квадратных метров. И произошло распространение огня на рядом находящийся кирпичный гараж. На тушение пожара было задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Гараж серьезно не пострадал. И несмотря на то, что огонь распространялся довольно быстро, угрозы жилым строениям и значимым объектам не было. А вот мусор и оставшиеся после сноса жилого дома доски и балки вполне могли загореться. Пожарным пришлось тщательно проливать то, что осталось от заброшенных строений, дабы не дать дальнейшего распространения огня. В Канске стартовал сезон ремонта асфальтового покрытия. Центр города уже подготовили к празднованию 9 мая. А вот к укладке сплошного полотна на некоторых улицах рабочие только готовятся. Несмотря на это, жители города уже недовольны их работой. Ситуацией разбиралась Татьяна Баленкова. Жители Кайтымской в этом году наконец-то увидят на своей улице свежий асфальт. Это одна из тех дорог, на которой будет полностью уложено новое полотно. Подготовительные работы уже завершены, но вот сами жители и люди, работающие тут, недовольны ими. С 2002 года мы здесь, наш совет, ведь местная общественная организация находится в этом здании. И вот из 16-х год ни разу не делали тротуаров, а дорогу три или четыре раза. Вот сейчас сделали дорогу, я поняла, что уже кончили. Вот я пришла, все залито, ни транспорта, ни вида, уже нет. Ремонт кончился. То, что земля была справа и слева от дороги, они сгребли в нашу сторону. Ну, если ехать в сторону Кана, на левую сторону, а если ехать в Красную армию, то на правую сторону. Эту землю не разгребли. И там, где люди могли ходить, теперь стоят эти кучи их на изгребленной земле. После ямочного ремонта на обочинах действительно остались кучи земли и выбитого асфальта, что очень мешает пешеходам. Им просто приходится идти по дороге, а это явно небезопасно. Подрядчик, выполняющий работы, рассказал нашей съемочной группе, что эти неудобства временны. Обочины после ремонта полотна приведут в подобающий вид. Тротуаров тут и не будет. Получается, по обочинам будет подсыпаться еще к ПЩС. То есть, мы поднимем на 5 сантиметров асфальт, соответственно, сделаем сопряжение. То есть, то, что мы выкинули, мы это потом подровняем и все. То есть, от тротуара здесь контрактом не предусмотрено. Новое асфальтное покрытие появится и на улице Шабалина, от Муромской до Микрорайона Солнечный и на улице Власть Советов в рамках завершения работ по благоустройству при вокзальной площади. На остальных участках будет проводиться ямочный ремонт. Также ведутся работы по гравийной отсыпке улицы Транзитной и Товарной. Больше средств у нас нет в связи с тем, что были средства отличены на ремонт автомобильной дороги для транзитного транспорта, чтобы не пустить большие грузы в город. Ну и завершаем расчет за строительство моста через реку Иланка. А вот ремонт в центре города уже завершен и даже нанесена разметка. Но некоторые горожане негодуют, почему только в центре. Очень довольны и счастливы, что наконец-то ее положили в центре. Когда только доделают весь. Непонятно. К снегу, наверное. Когда, в принципе, будет уже не актуально. Работы в рамках ремонта улично-дорожной сети продолжаются. Так что горожанам остается только ждать, когда и на их улице наступит праздник. Татьяна Блинкова, Александр Шумилин и Александр Минеев. Телекомпания «Канск». Пятый канал. Тем временем за пределами города сплошное бездорожье. Так владельцы дач в районе нового полигона твердокоммунальных отходов не смогли после зимы проехать к своим участкам. Дорогу разбили лесовозы, которые несанкционированно сваливают горбыль неподалеку. Подробности далее. Виктор Петрович пешком вынужден преодолевать расстояние до собственного дачного участка, а это 2,5 километра от станции Конькова. Всегда он ездил по гравийной дороге, ведущей к новому полигону. В этом году не смог этого сделать. Дорогу разбили большегрузы. Прошел пешком и увидел, что дорога вся засыпана щепой от срезок, продавлена самосвалами. И я был просто в шоке, потрясен, как завозить семена, как ездить на дачные участки. Огромная свалка отходов лесопиления находится в непосредственной близости от дачного массива. Появилась она буквально за последний год и продолжает расти. А вот так выглядит дорога, ведущая к ней. Уже возле первой Рытвины хозяин бросает свой автомобиль, так как проехать на нем не получится. Сейчас у нас там осталось усадеб 20-25. Я точно не знаю. В основном все пенсионеры, старики. Уже в таком возрасте, что никому мы не нужны. Дачники объясняют свою проблему представителю администрации Каннского района, которая вместе с нашей съемочной группой выехала на место. Ольга Витман недоумевает, во что за зиму превратилась дорога. Земля-то Каннского района, но строил Каннский полигон. И дорога к полигону – это как раз объекты города Каннска. Мы запросы сделаем в город, кто обслуживает данную дорогу, кому предоставлены данные земельные участки. Для понимания, с кого можно спросить. Свои службы направлю в обязательном порядке в рамках административного реагирования. Что касается свалки Горбыля, то она располагается на землях, принадлежащих Министерству обороны. И Каннским районам в настоящее время направлено письмо в Министерство экологии с просьбой разобраться с данным вопросом. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Трещины на плитках и просевший газон. Именно так выглядит обновленная привокзальная площадь после зимы. Недочеты можно и нужно устранять. К такому выводу пришла депутатская комиссия, которая сегодня проверила не только площадь, но и парк. Моя коллега Татьяна Лисогор продолжит тему. Казалось бы, мусорница рядом, пожалуйста. Там бы иди обкопать, да залить, и оно будет. И мусорница также болтается. А мусорницу улетает. Тащит. Кстати, хорошо, что еще не утащили. Депутатская комиссия вышла на привокзальную площадь, чтобы оценить проблемы, которые появились после зимы. Ремонт площади по программе «Комфортная городская среда» завершили прошлой осенью. Зимой здесь не убирали снег, а весной плитка ходила ходуном. Несмотря на это, власти проделанной работой довольны. Привокзальная площадь не то, что пережила зиму, а я считаю, что работы выполнены просто на оценку отлично. Причем это смело заявляю. Работы, которые выполнены по укладке тротуарной плитки и брусчатки, они при любом случае, при самом даже лучшем соблюдении технологии, они все равно дают усадки. Именно поэтому даются гарантийные обязательства. В частности, здесь гарантийные обязательства идут в течение года. То есть подрядная организация выезжает и устраняет эти дефекты. Треснутая плитка частично уже заменена, недочеты планируют фиксировать ежемесячно, после чего направлять подрядчику дефектную ведомость для устранения. Пока некому и содержать новую площадь. Если вопрос не удастся решить, администрация готова взять эти обязательства на себя. В свою очередь депутаты признают недоработки и предлагают свои решения. Прошла зима, выявились те некие недостатки, которые были сделаны по тем проверочным работам, потому что в том году депутатский корпус выходил и на привокзальную площадь, и на парк культуры и отдыха. И, конечно, ряд работы есть в рамках гарантийных обязательств. В части вот даже вот такие вещи, как вот урны установили, они просто стоят. То есть мы вот сегодня предложили их забетонировать. В удручающем состоянии находится и транспортная зона площади. Автобусы ездят по разбитому асфальту и поднявшимся плитам. Здесь же пытаются пробираться пешеходы, которые верили, что привокзальная площадь преобразится. Но их ожидания не оправдались. Непонятно, как вот ямы остались, куча гравия, и ходить страшно, плиты лежат неровно. Некоторые плиты, вот где автобус останавливается, торчит арматура. Я так думаю, это будут проблемы у транспорта. Ну и вообще недоделано же. Власти уверяют, что проблемы решат уже в этом году. Запланированы работы по асфальтированию улицы «Власть Советов» на сумму порядка полутора миллионов рублей. Их должен выполнить филиал «Крайдео». Заасфальтируют и зону у остановок. На это выделяется около миллиона. Планируют выровнять и плиты на парковке. На все это пойдут средства из городского бюджета. В этом году работы, проведенные в парке, должны будут быть более заметными. Если в прошлом здесь появились только брусчатка, асфальт и газон, то в этом планируют установить малоархитектурные формы, детскую площадку и даже открыть небольшой зоопарк. Подрядчика должны выбрать до середины мая. Планируется, что слева появится современная детская площадка и контактный зоопарк. Справа сцена и зеленая зона от станции Юнатов. Старый забор не поменяют, лишь выровняют. Напомним, что на благоустройство парка в этом году выделено чуть больше 10 миллионов рублей. Однако этих средств не хватит, чтобы привести его в порядок полностью. Недоделанной останется дальняя часть и зона, где раньше располагался аттракцион машинки. Татьяна Лисогор, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. Во второй части выпуска расскажем, в чью честь установлена мемориальная доска на здании 18-й школы и о том, как детсадовцы с ветеранами встречались. Оставайтесь на 5 канале. Надувные лодки из ПВХ. Моторные и грибные. Детские, дачные, надувные и каркасные бассейны. Огромный выбор и низкие цены. Магазин «Старт». Придмостная площадь 14. Телефон 3 56 29 и 3 48 15. Весна диктует свои правила. Не бойся меняться. Создай дерзкий, неповторимый образ имидж-студии. Оттенки, креативные стрижки, мужские и женские, окрашивание и стильный майкап. Раскрой оттенки своей индивидуальности. Наш адрес урицкого 11. Телефон для записи 8 902 912 15 60. Именинникам скидка 50%. Великий праздник, День Победы, отмечает вся страна. День Победы, День Победы, громко мы кричим «Ура!». Пусть прадедушки наденут боевые ордена. Пусть гордится красотой их вся могучая страна. Поклонимся нашим дедам, тем, кто будущее спас. Выживите долго-долго. Счастье, что вы есть у нас. Всем Победы поздравляем. День Победы, желаем. Чтоб не знала бед страна, всем здоровья и добра. Ура, ура, ура! Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Уже завтра в свет выйдет очередной номер газеты «Каннские ведомости». И почти весь он будет посвящен празднованию Великой Победы. И вы узнаете. О чем шепчут березы? Память о войне хранят ветераны, дети войны и школьники. Любовь победит войну. «Каннские ведомости» собирают истории о женском подвиге. Депутат Госдумы Юрий Швыткин провел прием граждан в стенах редакции. «Энергия Победы» на «Каннской ТЭЦ» вспоминают об энергетиках ветеранах. Семейный альбом читателей, истории памятных снимков. Семейный уголок, страничка для дома. Также вас ждет полная телевизионная программа, включая программу передач телекомпании «Каннск 5 канал», рубрика «В помощь тем, кто собирается усыновить ребенка», анонсы культурных событий, репертуар Каннского драм-театра, анекдоты, гороскоп объявления и реклама. В память об уроженце Каннской Сергея Рунове, который погиб во время Чеченской войны, установили мемориальную доску. Она появилась на здании школы номер 18. Мой коллега Леонид Юрков расскажет подробнее. В Каннске на здании школы номер 18 установили мемориальную доску выпускнику учебного заведения Сергею Рунову, который погиб в 1999 году во второй чеченской кампании. На торжественное открытие собрались ученики и учителя, ветераны труда и жители соседних домов, чтобы почтить память земляка, удостоенного звания кавалера Ордена Мужества. Инициатор открытия мемориальной доски – учитель истории, который, так же, как и Сергей Рунов, закончил 18-ю школу. Он вел образ жизни такой спокойный, на рыбалку летом ходил, каникулы, то есть ничем не выделялся. Обыкновенный парень рос, учиться пришел в школу в 18-ю, так как жил здесь рядом. Поколения, у которых есть, которые знают прошлое, у них будет будущее. Я увидел. Это доска для этого. Родственников у Сергея Рунов в Канске, к сожалению, не осталось. После его смерти скоропостижно ушли из жизни и его родители. Поэтому ученики 18-й школы решили взять на себя обязанность по уходу за могилами солдата и его семьи. Ну, все-таки он защищал нашу родину, он погиб во время боевых действий в Чечне. И как бы он, просто почтить его память за то, что он отдал свою жизнь, как и многие парни, которые там погибли. В планах у учеников и учителей также присвоить школе имя Сергея Рунова. Уже в следующем году с таким прошением они намерены обратиться в Министерство образования края. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Специально для телекомпании «Канск. Пятый канал». Каннские детсадовцы познакомились с ветеранами Великой Отечественной войны. Ребята подготовили своеобразный спектакль для Героев Победы. А ветераны, в свою очередь, рассказали о том, как четыре года бились за мирное небо над головой. Татьяна Блинкова продолжит. В обычный июньский день 41-го кто-то спешил на работу, кто-то еще мирно спал. Где-то дети играли во дворах. Люди еще не знали, что уже тогда фашисты атаковали рубежи нашей страны. Нагло и без предупреждения. Дошкалята решили показать ветеранам, как они видят день начала страшной войны. Воспитанники детского сада номер 17 помимо инсценировки представили своим почетным гостям военные песни и стихи. Про то, что случилось, не забудем. И до конца мы помнить будем. Про подвиги сороковых, про тех, кого уж нет живых. Екатерина Деева всех своих родных потеряла на войне. Ей единственное удалось выжить. Ежегодно в преддверии Дня Победы женщина-фратовик ходит на встречи с детсадовцами и школьниками и рассказывает подрастающему поколению о военных событиях. Обязательно надо рассказывать, что это такое война, что это слезы, горе, страдания, кровь. Это война, которую не должны современные люди видеть. Это большая забота и большая работа самих родителей. Воспитание и запоминание ребенок прежде всего помнит и знает, и слушает, и прислушивается к родителям. Екатерина Александровна признается, что дети постарше с большим интересом слушают рассказы и порой задают совсем неожиданные вопросы. «Скажите, Екатерина Александровна, а вы любили на фронте?» «Говорю, любила. Я очень любила своего старшего лейтенанта Нестерова, командира нашей роты. Потом его забрали на фронт, и он погиб. Но это в душе моей любовь была. Я не имела права ни словом, ни делом показать, что я без ума его люблю». Детсадовцы, конечно, о таком не спрашивают, но слушают тоже с особым вниманием и в столь маленьком возрасте понимают, что война – это трагедия. «Они пережили очень много дней, чтобы выжить. На войне очень сложно было выжить. Не было еды, все погибали. Школы были, только сложно было ходить в них, особенно зимой. Мне дедушка говорил, что на войне нечего есть было. Пришлось собирать очистки от картошки и куски хлеба». В завершении встречи ребята исполнили для ветеранов танец, ведь в дни войны именно танец был одним из верных способов поднять боевой дух. Татьяна Блинкова, Александр Минеев, телекомпания «Канск», пятый канал. В Канске завершилось открытое первенство края по спортивной акробатике. Более 10 комплектов медалей было разыграно среди 160 участников возрасте от 8 до 18 лет. Майские соревнования в Канске уже стали традиционными не только для нашего региона, но и для наших соседей из Томской области, которые стараются привести свои лучшие составы. Как итог, большую часть медалей завоевали спортсмены Красноярска и Каннска. Победители и призеры этих соревнований в ближайшее время представят регион на первенстве Сибирского федерального округа. «Соперники тоже достойные. И у нашей команды что-то получилось, что-то нет. Но это спорт. Есть не только успех, есть и ошибки, из которых делаются выводы. И таким образом растет мастерство». «Вообще соревнования хорошие. Уже здесь второй раз. Первый раз сюда приехал на первые свои соревнования. И почти все удалось. Были ошибки. Поражен, что первое место. Я думаю, будет второе все-таки. Противник был очень сильный, но все-таки смогли победить». И еще о спорте. В Красноярске состоялось открытое татами по айкео-кусинка и карате. На турнир приехали участники из Красноярска, Каннска и Енисейска. Общее количество участников составило свыше 280 спортсменов. Каннским спортсменам удалось завоевать шесть медалей различного достоинства. Юные каратисты выступали в двух дисциплинах – кумите и ката. В течение всего дня бои проходили на двух татами, которые оценивали три судейские бригады. От Каннской команды участвовало восемь человек. Ребятам победы дались нелегко, но тем ценнее и дороже для них стали грамоты и медали. Тем более для многих они стали первыми наградами. В дисциплине по ката первое место у Екатерины Колобовой, третье место у Артема Акулова и Евгения Владыкина. В дисциплине по кумите на верхнюю ступень пьедестала поднялся Артем Акулов в категории 6-7 лет, в весе до 28 килограммов. Серебро у Евгения Владыкина в категории 10-11 лет до 46 килограммов. Третье место – Миразис Мусуев в категории 6-7 лет до 30 килограммов. И на этом все. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Внимание! Неделя кадровика в Канске. Только 17 мая практический семинар «Последние изменения трудового законодательства». Лектор-эксперт-практик Желудкова Ирина Витальевна. Узнайте о скидках. Телефон 2-19-22. Смотри новости пятого канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова